всем приветики с вами канала смотрите какая она сказка на улице морозится 15 шикарно я обожаю вот такие такую красоту блин я обожаю сейчас представляете кто живет около леса я надеюсь что вам видно кто около леса живет вообще шикарно просто я думала у нас не бывает так очень очень редко сейчас мы быстренько прям кушаем идем на улицу ко все это не не растаяло не поисчезала обычно такое бывает где допустим пар идет и над ним стоит дерево и потом мороз резко и вокруг деревьев что ли здесь вот так красиво иди сюда делай следы мама елочку сделала иди сюда сейчас ты шлепнешься дим ямку бух елочку делаешь иди вот тут рядом делай иди сюда вот здесь вот смотри вон там место лишь пустое там нет следов иди там делай вот давай так кустик что ли елочка много это у тебя елочки много ну же конечно вся красота слетела пока мы прособирались очень холодно сегодня минус 14 или 15 14 меня показывать телефоне у мамского 15 холодно снега чуть-чуть совсем навалил чуть-чуть совсем выше у диме температура 37 и 1 на 1 градус повысилась за утро за ночь особо не уходит уже щечки красные да не видишь какой след пойдем домой я уже начинаю замерзать вот шарф ему пыталась одеть он его облизывает сосет облизывают волосы там да крыша почищенная папа чистил прошлый раз нам да она почищенная снега там совсем немножко нападала снег уже не такой липкий мягкий сейчас ты там свалишься под крышу домик о какой ты уже красный пойдем зайца посмотрим зайца посмотрим пойдем как оно все происходит обзора вот так происходит кипит чайник сейчас будет обзор тут у меня вот аромалампа только что-то я не чувствую никак вот здесь у меня сейчас будет обзор на этот чай и попиваясь этим чаем я буду делать обзор вот на эти вот шоколадки сначала одна потом другой ролик будет вторая потом тут шоколадки печенька тут тут это они уже лежат по очереди но очередь начинается отсюдова не отсюда не отсюда а оттуда потому что пряники должны пойти первые поскольку они давно уже лежат надеюсь меня слышно чайник шумит и потом вот эти тоже они тоже давно уже лежат с прошлого года наверное вот вот эти с прошлого года еще лежат кроме пряники или пряники тоже не помню уже и вот так вот я делаю обзоры так они происходят здесь вот стоит еще мешок там мешке еще не знаю нравится мне делать обзоры для вас не могу вот нравится не могу вот дать вот лежат вот эти вот конфетки на видном месте я не могу их открыть мне надо их открыть именно перед камерой именно рассказать вам какой там аромат какой там вкус вот мне вот это вот не могу вот надо вот хочу сладкое не могу не а 3-4 уже хожу ищу думаю заначки свои думают шоколадочка осталось не здесь все по заканчивалось лежат вот эти перед носом не ем не думаю перед камерой открою вот настал вечер сейчас буду все открывать пожелать мне приятного аппетита прекрасного прекрасного чайпития и вам надеюсь если вы кушаете потом посмотрите обязательно обзоры эти обзоры выйдут раньше кроме таких шоколадок вот эти вот они выйдут уже наверное феврале скорее всего потому что январь у меня уже загружен роликами февраль вот они наверное будут только феврале хотя не знаю кроме наверно вот этих здесь новинка они должны выйти где-нибудь там а те уже принципе не обязательно народ навряд ли будет смотреть обзоры именно их сейчас все пожелайте мне приятного аппетита и вам так обзоры все сделала все закончилось и теперь это все выглядит вот так огроменная тарелочка лежит и все все раскрыто все такое это увидеть обзор на все вот это вы сможете попозже немножко все обзоры выйдут постепенно штатив мой любимый конечно же тут там он всякие короче смотрите и наслаждайтесь смотрите хурма да вот это вот косточка такая кстати она мягенькая какая-то такая на не знаю шершавая какая-то как старая косточка а вот здесь вот вот этот вот прямо под ногтем видите точечка маленькая черненькая это тоже косточка и она кстати видно помогу бугорку такому она видимо как маленьком футляр чеки лежит то есть мы вот предыдущую съели хурму там тоже была маленькая такая косточка малюсенькая где-то вот они все косточки а вот она я вот ее вот вытащил вот она маленькая как будто в этом уже засохла а вот она черненькая наверное это они беленькая не знаю она как футляр чеки маленьком была вот она здесь тоже и с косточка все-таки выжила все-таки выросла каким-то образом да такая сморщенная сморщенная да вся такая некрасивая а вот здесь у меня лежат красивые но они уже тоже они уже тоже все такие тут уже попортилась все уже сморщились одну косточку кстати я проращиваю она получилось хурме уже была немножко пророщена и отправила прорастать вот посмотрим потом я вам как буду вот в той комнате другой покажу вам как будет время какая она у меня там стала вот чуть-чуть она очень-очень медленно так очень медленно но растет короче время три часа ой господи не три часа час ночи доходит час ночи сижу монтирую третий ролик и захотела есть не могу есть вот но не могу видела мюсли вот эту она закрыта была думаю дай ее поем открыл короче должно быть киви было быть ананас и манго тут я увидела только зелененько да наверное это а ну да вот потерял киви то есть вообще блин у меня кстати был отдельный обзор на эту мюсли на это вот козелочки маленькие стоит еще так тут а вот изюм есть хотя принципе мы здесь как бы не должно быть изюм манго вообще так мало всего обзор на нее был на такую же с бананом там был банан блин это не знаю короче посмотрите я оставлю это в описании в описании конечно заставки будет обзор на эту мюсли посмотрите сейчас уже побольше здесь даже не пол кило смотрите даже 350 грамм но она я положила 6 ложечек сейчас будем заливать кипятком по моему кипятку вроде значит способ применения не нашла что-то тут смотрите какие-то белые пупырышки такое ощущение как будто сюда залетел снег какой-то выглядит это уже не настолько наверно надо было мне это теплой водой заливать не горячий хотя может и будет вкусно вот кашка получилось какие-то там пупырки разбухли пожелайте мне приятного аппетита вам тоже приятного аппетита если вы кушаете на данный момент